Девушки отдыхают Когда я поняла, что жизнь прожита не зря Вот Юль, ну как, вообще мы давно не виделись Ты все понимаешь, по вечерним шоу этим ходишь Там выспаться можно Вечерняя, ночная бабочка Ну кто же виноват Ну ты знаешь, если честно, я вот Говорила вам за эфиром, скажу в эфире Что я просто с невероятным уважением И пиететом отношусь к вашей работе Потому что вот вставать в такую рань Каждый день В прекрасном настроении, приходить в студию Не с размазным лицом Это тоже, знаете ли Это сложно, я это знаю Это на самом деле, правда, большая, очень сложная работа Спасибо вам, что заряжаете позитивом настроением всю страну А что, внимание, что стоит за этими красивыми словами Еще как минимум год я до вас не дойду Неправда Друзья, ну у нас приятный повод для встречи Премьера песни Бой, чао-чао Это не связано с собакой, правильно же? И даже не связано с Хабибом Это ни с кем не связано Поэтому давай познакомимся с новой твоей песни Давай Бой, чао-чао Бой, чао-чао Между нами айс, 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 айс Бой, чао-чао Между нами айс Я тебя любила, дебила Ну что же повелась Бой, чао-чао Словно населась Настолько люботы, но почему-то обожду Ты такой же, как все Смело заливаешь в уши, пишешь в инсте Шлешь поцелуй воздушными Я тебя игнору Sorry, нет, кайф Твои сопли, слушать без конца Ой, о том, какой ты bad boy Твои слова не греют душу Нет Твои подкаты слишком душат все Твои схемы не леп Как джокер, что сыграл лет Мастырный парень Все на это тебе не падает Ты, как и все, думаешь по-одному Неисправимый, милый, ну как же так Все, как обычно, снова вверх дном Зная, наперед твой каждый косяк Бой, чао-чао Между нами айс Я тебя любила, дебила Ну что же повелась Бой, чао-чао Словно населась Настолько люботы, но почему-то обождалась Бой, чао-чао Бой, чао-чао Бой, чао-чао Минутный романтик, помилый не катит Снова нервный тик-тик, начи захватит Я с тобой играю, резаю месседжи твои листаю Думаешь, рестаю, знаю новый Ты, 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 ты Ты не мой крашбой, ты помираешь бой Слишком плюстой Я завязала с тобой, наркотик самый мой Персонаж укрыв, который далеко не герой Не герой Ты как обид, думаешь об одном Но наши истории ссоры не happy end И все твои слова опять ни о чем Невыносимый бойфренд Бой, чао-чао Между нами айс Я тебя любила, дебила Ну что же повелась Бой, чао-чао Словно не спелась Стопали воды, но почему ты обождалась Бой, чао-чао Бой, чао-чао Бой, чао-чао А он так перед грудью Это было очень смешно Ой, как он мотал к влачками Да, Ёлечка, присаживайся за стол Ну, поговорим уже по-серьезки Так, ну, давайте начнем с того, что премьера песни у тебя в соцсетях состоялась в ТикТоке Именно Это самая молодая такая соцсеть, да, самая быстро растущая Но быстро растущая при этом, да, да, да Давай так Давай Ты осознаешь, что это контент, который там происходит То есть понятно, что сейчас все артисты стремятся набирать в ТикТоке Потому что тренды музыки идут во многом из ТикТока И от того, сколько видосов запишут под там припев твоей песни От этого реально во многом зависят места в чате Ну, давай так Давай говорить прозаично и начистоту Инстаграм, например, давно уже стал, скажем так, некой витриной, продавающей площадкой Конечно, конечно И если ты хочешь, чтобы ты хоть как-то присутствовал в медиа Вообще существовал в жизни людей Ты должен быть в Инстаграме К сожалению, такова сегодняшняя реальность Да что говорите, работодатели даже просят ссылку на Инстаграм Конечно, рекламодатели все Если тебя нет в Инстаграме, тебя нет Ну, конечно, есть исключения Есть люди другого уровня На каких-то более глобальных, не знаю, частотах То же самое, в принципе, сейчас происходит с ТикТоком Но ТикТок просто ориентирован на более молодую аудиторию Я зарегистрировалась в ТикТоке достаточно давно И появилась там еще до пандемии Знаешь, я начала это все делать Еще до того, как это стало мейнстримом Поэтому, в принципе, когда началась пандемия У меня, ну, как бы, соцсеть и так росла Начало расти еще больше У меня просто появилось больше времени снимать Это все Честно тебе скажу, вначале относилась очень скептически Потому что думала, господи, боже мой Что я делаю? Я взрослая женщина Я состоявшийся артист У меня два высших образования, чем я занимаюсь Но потом ты, знаешь, затягиваешь Втянулась Да, втянулась, правда Слушай, а ты ездил уже во всевозможные вот эти ТикТок-дома Которые сейчас... Многие же артисты работают в ТикТок-домах Как это выглядит? Расскажи Это ребята У них есть некий менеджер, которых курирует, грубо говоря, продюсер Который занимается некими там техническими административными моментами Он снимает там этот дом Видимо, за это берет с них некую мзду Вот, там живут ребята В среднем, там, 10-15 человек И, в принципе, они заняты тем, что вот с утра до вечера они пилят контент У меня тоже это, знаешь, когда я к ним приехала, вызывала вопрос Я говорю, ну, подождите, а вот учиться А что вам родители говорят? Потому что, ну, наверное, грустно Но суровая правда сегодняшнего дня Многие из них не думают о высшем образовании И не видят в нем смысла Потому что деньги есть и так сейчас Дело не в деньгах, ты знаешь И это такой немножко замкнутый круг Потому что я общаюсь с довольно большим количеством молодежи Многие говорят, ну, а зачем вот мне институт? Если я и так уже зарабатываю Вот в институте надо мной издевались Говорили, что я там как-то не так выгляжу Где-нибудь, я не знаю, в Челябинске И там, и публично вот препод меня при всех унижал Вот что я там забыл? А здесь я реализую, здесь я развиваю, здесь я зарабатываю Вопрос, долго ли это продлится? Вопрос Но он их не особо беспокоит Ну, видимо, да Ребята живут сегодняшним днем Но, в принципе, в этом тоже ничего плохого, наверное, нет Потому что, как я понимаю, такова философия В принципе, всех современных подростков, людей Они не очень думают о том, что будет потом И может быть справедливо Ну, и вот ты приехала и говоришь, давайте Или они сразу к тебе подготовились к приезду Нет, они, как правило, там, за редким исключением Они все готовятся То есть они там как-то тебя встречают Не знаю, что-то поют Естественно, чай, кофе потанцуем Ну, если они хорошо воспитаны Потому что бывают случаи, когда нет Ну, дальше они там что-то предлагают снять Говорят, вот мы хотим снять это, это, это Ты им говоришь, там, вот это классно Вот это вот, что-то неуверенно И дальше вы снимаете просто и все Ну, на самом деле, в моей практике Был только один тикток-хаус Не буду называть какой Где ребята были такие, знаешь Ну, чуть-чуть зазвездившиеся Их несколько, да? Их очень много, да Ну, а прирост реально большой Вот ты посетила такой тикток-дом, да Проработала, ребята пропромили Ты их пропромила и так далее Реально есть зачем ехать в такие тикток-дома Но с точки зрения прироста подписчиков Ведь, ну, для этого все делается Ну, ты знаешь, я, честно говоря, не смотрела на это Именно с этой точки зрения Ну, это просто некое генерирование контента Потому что если ты снимаешь все время один дома Там, в одних и тех же условных декорациях, да То у тебя просто все время одинаковая картинка Ты один, а это там некая коллаборация И некий новый контент И для твоей страницы, и для них тоже Слушай, в начале ноября вышел клип На, мне кажется, такой антикоронавирусный гимн В исполнении Юлианы и Макса Фадеева Песня «Тем, кто рядом» Ну, да, но и ситуация такая Нет, гимн должен быть какой-то бравурный Гимн должен быть «Мы победим» Хотя, судя по тому, о чем мы говорили в первой части Да, не факт вообще Слушай, ну вот что интересно Там ведь главные роли Ну, помимо тебя и Максима Фадеева Исполняют дети Да, там только дети Там только дети Вот расскажи, что вы хотите сказать Что шанс есть только у детей Нет, на самом деле, ты знаешь, очень много рассуждений В комментариях в Ютьюбе и в Инстаграме На эту тему Мысль, ну, на мой взгляд, достаточно считываемая Суть в том, что все мы на самом деле дети И это просто дети, олицетворяющие взрослых То есть, если внимательно посмотреть клип Там ребенок, репортер Да, то есть это дети, которые исполняют некие взрослые роли Ведут себя как взрослые И просто, ну, то есть мы вырастаем Мы продолжаем играть в какие-то там наши детские, по сути, игры Считая себя взрослыми И из-за этого в мире во многом, из-за этого происходит то, что происходит И проблема, собственно, в нас Но есть же такой тезис, что никаких взрослых не существует Да, все мы дети То есть, как бы нету Ну, нет, да, правда, есть такая теория Но, типа, я просто к тому, что вот мы, как дети себя ведем, значит, вы делаемся Маски и перчатки не надеваем, ну, в частности, да? И в итоге вот имеем, что имеем Получите, распишитесь Ну, серьезная такая тема Да, тема серьезная Еще одна серьезная тема На сегодняшний день продолжается конфликт, который вызвал сокращение зрителей Да, так менее серьезное все-таки Ну, в смысле менее серьезное Ну, как бы, ну, пойди, скажи какому-нибудь региональному театру Что это менее серьезное, когда у них вообще и мне не с чего есть У них нет корпоративов, их вообще никуда не позвать Вернемся к конфликту Так вот, значит, сокращение количества зрителей на концертах Кто-то предлагает бойкотировать телевидение, да, там голубые огоньки Ну, кто-то, давайте сделаем Не будем говорить, что это Валериан Шатаевич Ни кто-то Кто-то предлагает Но мне кажется, на текущий момент, во-первых, эти голубые огоньки По большей части уже отсняты, да, либо как раз сейчас В процессе, да Либо сейчас как раз снимаются Как там обстоят дела? То есть все по плану, никто не пропал, все работает Да, вроде, да Ну, ты знаешь, когда вот Валерий написал этот пост Один наш знакомый, он очень справедливо заметил, что В принципе, можно тогда включить прошлогодний огонек И никто ничего не заметит Ну, вообще, говорят, да Ну, честно говоря, да Потому что, ну, лица практически из года в год не меняются Костюмы и декорации плюс-минус тоже Но, конечно, оставлять людей без праздника В Новый год совсем Ну, хотя бы по телевизору это бесчеловечно Я считаю Потом все равно не забываем о том, что в первую очередь Страдают, как ты верно заметил, это театры И вообще работники индустрии, даже не сами артисты То есть, если артисты, учитывая, да Ну, будем говорить честно Учитывая то, что они зарабатывают больше Могут иметь некий финансовый задел Ну, какие-то деньги, на которые они еще там Могут прожить несколько месяцев Год, не знаю, да У всех по-разному То люди, которые работают в этой индустрии Работают с артистами Таких людей очень-очень много Они, конечно, зарабатывали И зарабатывают существенно меньше Те же самые огоньки Они дают рабочие места вот таким людям Это световики, операторы, звуковики Декораторы, танцоры Ну, костюмеры Ну, то есть, огромный-огромный цех людей Цеха, которые работают И которые получают за это деньги Поэтому, ну, я, со своей стороны Не очень вижу в этом смысла Потому что для артистов Эти съемки бесплатные Это так немножко эгоистично Ну, типа, если вы Ну, не будете нас там звать за деньги То вот и бесплатно мы тоже работать не будем Вот, я считаю, что Ну, это тоже часть нашей профессии Делать так Чтобы людям было хорошо В Новый год в том числе Дарить им праздник Здорово, если получится кому-то поднять настроение И вдвойне здорово, что кто-то с этого сможет заработать Друзья, ну, как поднять себе настроение, спрашиваете вы Зайдите, пожалуйста, в YouTube Или на другие цифровые площадки Послушайте песню «Бой чао-чао» А, кстати говоря, можете зайти и на YouTube-канал «Авторадио» Там есть живое выступление Юлианы Корововой В студии «Авторадио» Юлечка, мы всегда тебе рады Это всегда взаимно Просыпайся почаще пораньше Чтобы приходить к нам, ну Можно прям в первый час нашего обещания Не как вот так вот С девяти до десяти А с семи до восьми А с семи до восьми, да А давайте А давайте Я тогда ложиться не буду, ладно? Ой Все, Юлю, рады тебе были Приходи еще, пока Спасибо, пока Всем отличного дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok